Марино стекло Эти камни вправду похожи на спрессованные пластины стекла, такие же острые и хрупкие. Правда, похвастать прозрачностью не могут, так что в оконных проемах местных жителей не задержались. Зато гипсовый камень дал жизнь всей округе. В конце 30-х годов прошлого века геологоразведка доложила, в Беляевском районе огромные запасы этого природного ископаемого. Причем пролегают жилы удачно, местами всего в двух метрах под землей. Это значит, что добычу можно вести самым простым и дешевым, открытым методом. Шахты, методы, это самые наиболее опасные. Это связано, как говорится, сами понимаете, с обрушениями и с дороговизной. Все-таки доставить оборудование в шахту, это большие проблемы, большие затраты, ручной труд. Дороговизна, оборудование. Открытый, это есть открытый. Все здесь на свежем воздухе. Уже, как говорится, такой опасности в ведении горных работ нет. Ну и на порядок все вот эти вот работы и добыча гипса на порядок выше и безопаснее, как говорится. Рудник начал работать в 37-м. Ежегодно отсюда отгружали почти 300 тысяч тонн камня. Для таких объемов нужны были рабочие руки. Вокруг рудника появлялись промышленные села. Они небольшие, но проблему монопоселений здесь почувствовали крайне остро. Почувствовали, когда на смене столетий рудник обанкротился. Это село не было сельскохозяйственным. Представьте судьбу села, когда люди оказались в такой ситуации. Они не имели тут полей, не занимались выращиванием зерновых и так далее. На руднике сокращали рабочих, не платили зарплату, а другой работы в округе просто не было. Люди бежали из Дубенского буквально с пары чемоданов. Бросали здесь все имущество, квартиры, дома, продать не могли. Никто не соглашался покупать имущество в умирающем селе. Мы до сих пор плачем, мы плачем. Мы же оттуда уехали. Мы все бросили. И квартиры бросили. И все побросали. У нас и все было. Все нет. У нас мы сейчас банкроты. Мы банкроты сейчас. На самом руднике началась чехарда собственников. Одни акционеры сменяли друг друга. Каждый не столько приносил, сколько уносил отсюда. Собственники, которые были перед нами, в связи с тем, что не добывали камень, надо было возвращать деньги вложенные, они стали демонтировать оборудование, продавать железную дорогу. Мы в позапрошлом году вынуждены были построить ее вновь 12 километров пути. Губернатор всю эту акционерную свистопляску видел своими глазами. Несколько лет он руководил цементным заводом. Поэтому, когда в 2006 в область пришла компания «Волма», Юрию Бергу уже было с кем сравнивать новых инвесторов. Я могу назвать его, директора Коркинского цементного завода. Он говорил, Юрий Александрович, я за ящик водки купил акции. Вот как это слышать было? Больно. Видел я вот всех после, как Юрий Михайлович, помнишь, да, Юрий Михайлович? Все это началось. Всех видел. Со всеми разговаривал. И поверьте, когда пришли эти люди, я просто почувствовал, что это серьезные, добрые, нормальные люди. Более того, Волгоградцы. Город для всех нас святой, для нашей страны. Я дружил с губернатором Волгоградской области. Не скрываю, что спросил. Да, вот такую и характеристику получили. Характеристика и вправду получается неплохая. Волма – наиболее динамично развивающаяся производственная компания на рынке строительно-отделочных материалов. Современная история развития компании начинается с 1999 года. Сейчас в составе корпораций пять заводов – Воскресенский, Челябинский, Татарстане и Волгограде. Сырье добывают на своих же карьерах. Дубенский рудник стал четвертым в активах компании. Волма сразу показала – на Оренбургский рудник компания пришла всерьез и надолго. В разведение месторождения уже вложили больше 200 миллионов рублей. Глядя на рудник, губернатор сказал журналистам – наметанный глаз сразу видит – провели большую работу. Какой объем работ сделан? Вот здесь – это просто огромный объем работ. И когда наша первая встреча была в Новотроицке, значит, честно говоря, я не поверил даже. Когда ехал с Новотроицка, заехал сюда и посмотрел. Потому что, ну, действительно, кто это понимает, такую вот с крышу, да, сделать и приготовить столько – это очень большой объем. Очень. И они пошли в это дело. Вот за это огромное спасибо. И я думаю, теперь уже у нас обратного хода нет и не будет. Обратной дороги точно не будет. Чтобы подтвердить, это подписали символическую грамоту, которую замуровали фундамент будущего завода. Строительство обойдется компанией в 900 миллионов, но волма за ценой не постоит. В 2014-м завод уже начнет работать. Пока его демонстрируют на картинках. Планировка будущего предприятия. Вот на этой картине хорошо сверху, в общем-то, видно. Мы планируем, что здесь будет, собственно, уже закладка прошла фундаментов, ну, происходит фундаментов, да, дробильно-сатировочный узел. Вот он, дробильно-сатировочный узел. И вот непосредственно сама переработка предприятия, включающая в себя цех гипсоварения. Цех гипсоварения где-то на 200 тысяч тонн в год мы рассчитываем. Цех гипсоварения. Цех сухих строительных смесей порядка 120 тысяч тонн в год. Ну, смотрим, может быть, даже до 180. И вот это вот большое, так сказать, здание непосредственно от цех позагребневых плит. Для местных жителей символическая закладка первого камня действительно праздник. В Беляевском районе пока нет ни одного промышленного предприятия. Перспективы появления завода для села и района прослеживают на годы вперед. Поселок. 430 человек проживает здесь. Из них 180 человек людей работоспособного возраста. 192 пенсионера. И вы представляете, то есть появляется производство, люди получают рабочие места. Омоложение поселка сразу же будет. То есть дети будут оставаться. Сегодня здесь 59 детей разного возраста. От нуля и до 16 лет. То есть вот это вот уже сразу. Омоложение поселка будет. Строительство жилья. Здесь подходит газ. Здесь подходит электроэнергия. Деньги появляются в Совете для того, чтобы решать вопросы с водопроводом. Есть проблемы некоторые. Мы видели, сейчас вы проехали ремонтировать. Многоквартирные дома нужно. Мы участвуем в программе. Мы два года отремонтировали три дома. В этом году будем ремонтировать один дом. Почему мало? Потому что не хватает средств на софинансирование. А они появятся. После того, как старт строительству дали, Юрий Беев встретился с жителями Дубенского. Получился своеобразный отчет губернатора. За вас теперь душа спокойна. Теперь только будем жить лучше, лучше. Ну вот результат есть. Вот, посмотрите, да? Есть. Нормальные люди? Нормальные. Нормальные. Зато мы ненормальные. С вашей помощью. И жить будем еще лучше. С вашей помощью у нас все наладится. С вашей помощью. На оживление рудника в поселке реагируют сразу. Здесь все знают, через два года на завод будут набирать 200 рабочих. И вот уже те, кто когда-то вынужденно уезжал из Дубенского, твердо решили вернуться обратно. Дай Бог. Мы бы сейчас только. Только вот заработает, и сын приедет, и внук, и сноха. Возвращаться можно безбоязненно. По самым скромным подсчетам, запасов гипсового камня хватит даже внукам нынешних рабочих. При добыче на полную мощность рудник может работать еще 60 лет. Тем более, что гипс – товар почти универсальный. Сейчас, например, его продают на цементной заводе области. Там ежегодное потребление почти 50 тысяч тонн. Остальное пока перерабатывают другие заводы «Волмы». Порядка 100 тысяч тонн отправляем в год. Уже сейчас мы отправляем на Челябинский гипсовый завод, который в нашей компании в городе Челябинске находится, располагается. И планируем, что через два года, о чем мы сегодня озвучивали, основная масса будет перерабатываться здесь на месте. А это уже совсем другая добавленная стоимость, конечно. И совсем другие налоги, потому что сейчас, конечно, налоги минимальные, потому что ничего не производится, добыча и все. А когда будет переработка стоять здесь на месте, это, соответственно, кратное повышение. Мы планируем, что цифры будут измеряться в десятки миллионов рублей налогового отчисления. Прежде сотнями. Да. Сотни миллионов – это не преувеличение. Поэтому в области готовы поддержать инвестора. Юрий Берг заверил, помощь в рамках «Разумного» от правительства будет. Однозначно, что мы поможем с дорогами, поможем в части газоснабжения, поможем в части энергоснабжения. Это хорошая будет помощь, да? Да, конечно. Это хорошая помощь будет. А вот помощь в продвижении товара в Олме не нужна. Уже сейчас компания «Лидер» в Беляевский район специально привезли свой фирменный товар – позагребневые плиты. Это уникальный стройматериал. Во-первых, экологически чистый, как любой продукт из гипса. Гипсовый камень имеет, скажем так, возраст от 5 миллионов лет. А вообще, что гипс – это известковое отложение. То есть, вот эти ракушки в свое время и так далее, потом 5 лет, 5 миллионов лет прошло, получился, да. Поэтому он даже в советское время, у нас Волгоградский завод имеет возраст уже тоже достаточно, там, с Великой Отечественной войны он уже начал функционировать. И что самое интересное, что даже в советское время данное производство не считалось вредным, как цементный завод, допустим. То есть, он не имеет свойства оседать в легких. Во-вторых, плиты настолько продуманы, просты и удобны, что многие строители считают их идеальным материалом для строительства межкомнатных перегородок. Здесь практически нет шва. То есть, если мы здесь еще положим раствор, то практически здесь этого не будет шва, что позволяет с минимальными затратами производить быстро, качественно, производить перегородки в квартирах. Значит, чем преимущество пустотелой? Значит, первое, значит, она легче, звукоизоляция лучше у нее. И при проводке, допустим, электропроводке, ну, какой необходимой коммуникации, то есть, надо прорубить небольшое окно, чтобы дойти до вот этого паза. И в него уложить необходимую, там, скажем, проводку или коммуникации какие-то. Вот чем она удобна. Мастера хвалят и строительные смеси Волма. Они тоже непростые. Результат долгих экспериментов. Мы долго трудились над рецептом этого продукта. И штукатурные смеси Волма заслуженно пользуются уважением и спросом, потому что это удобно, это эффективно, это хороший расход. И те, кто умеют работать с гипсовой продукцией, очень любят ей пользоваться. Ну, реально это так. Штукатурка наша имеет, так сказать, двойное назначение. В принципе, это и штукатурка, и шпаклевка. То есть, при приложении определенных усилий и заглаживания, и глинцевания, смесь не требует дальнейшего шпаклевания. Как следствие, на нее можно поклеить обои практически сразу. То есть, получается идеальная качество поверхности. В общем, по оценкам экспертов, Волма – компания, пусть не с мировым именем, но зато лидер на российском строительном рынке. Мы действительно являемся лидерами. Ну, во-первых, мы являемся лидерами в производстве и реализации по загребневой гипсовой перегородке. Что касается производства гипсокартонного листа, мы на сегодняшний день занимаем твердую вторую позицию в Российской Федерации. Ну, а в области сухих строительных смесей мы совершили за прошедшие лет пять достаточно серьезный рывок. И на сегодня мы можем совершенно спокойно констатировать, что по итогу 2011 года компания с уверенностью заняла третью позицию. В Оренбургской области пока немногие знают о продуктах этой фирмы. Доля рынка всего 5%. Но менеджмент компании уверен, чтобы пристрастить наших строителей к волмовским продуктам, помощь власти не потребуется. Корпорация рассчитывает честно отыграть 70% рынка. Чем мы отличаемся от других? У нас действительно хорошее сочетание цены и качества. Мы уверены, что в Оренбургской области мы в этом убедим. Даже не надо административных каких-то рычагов, не потребуется. Мы их убедим на цифрах. Они более выгодные, чем другие завозные смеси будут. На такую экспансию силу волмы вполне может хватить. Во всяком случае, производственные объемы нового завода такое позволяют. Когда завод запустят, ежегодно в его цехах будут производить 120 тысяч тонн сухих смесей и 480 тысяч квадратных метров плит. Чтобы понять, сколько это, достаточно представить себе объем образно. Если сложить плиты одна к другой, то получится отрезок, равный расстоянию от Оренбурга до Калининграда. А смеси хватит, чтобы отштукатурить 10 таких отрезков. Оренбургская область занимает второе место по протяженности автодорог. Задача номер один – стать первыми по качеству их покрытия. В 2012 году на продолжение строительства особо значимого объекта автомобильной дороги обход города Оренбурга будет направлено 328 миллионов рублей. Продолжится ликвидация разрыва на автодороге «Илек-Ташла-Соболево» в Ташлинском районе. Начнется капитальный ремонт автодороги «Александровка-Ждановка» в Александровском районе. А также капитальный ремонт автодороги «Погромная-Любимовка» в Тотском. В этом году впервые выделены беспрецедентные объемы финансирования на ремонт муниципальных дорог – более миллиарда рублей. Оренбуржье в твоем сердце, в сердце каждого.